Как заказать продукты на дом. Эта услуга в Тульской области бесплатно предоставляется следующим категориям граждан. Граждан старше 65 лет, а также граждан, находящимся на самоизоляции, по подписанию Роспотребнадзора. В целях получения данной услуги граждане должны обратиться по бесплатному канальному номеру 8 800 252 26. Напоминаю, что доставка будет полностью бесплатной, а платить придется только товары по чеку. Кто имеет право на получение бесплатных продуктовых наборов в Тульской области? Первое. Малоимущие и многодетные семьи. Второе. Малоимущие и одинокие матери. Третье. Родители, воспитывающие детей инвалидов. Четвертое. Граждане старше 85 лет, проживающие в одиночестве. И пятое. Это одиноко проживающие инвалиды-колясочники. Что входит в бесплатные продуктовые наборы? Прежде всего, это мясные и рыбные консервы, несколько видов круп, макаронные изделия, сахар, мука, растительное масло. Кроме того, наборы, дополненные средствами индивидуальной защиты, маски, антисептики. Хотел бы напомнить, что все эти наборы предоставляются за счет спонсорских средств. Если у граждан возникают вопросы по предоставлению указанного продуктового набора, для этого в регионе организована горячая линия, по которой можно обратиться по телефону 8 800 252 26. Если работодатель нарушает ваши права, что относится к нарушению прав в период распространения коронавирусной инфекции? Прежде всего, это незаконное увольнение, незаконное сокращение заработной платы, перевод на режим неполной рабочей недели в нарушении требований действующего законодательства, либо невыплаты заработной платы. В этом случае необходимо обратиться в рамках онлайн-сервиса, созданного на сайте Государственной инспекции труда, где можно оставить заявку, сформулировав свою проблему, по результатам которой оперативно будет проведена проверка и дана квалификация действиям работодателя. Кроме того, если вам не выплачивают заработную плату, обращайтесь в Министерство труда социальной защиты Тульской области по телефону, указанном на сайте, либо в администрацию муниципального образования, где расположена организация, в которой вы работаете.